В общественно-культурном центре прошло заседание по избранию членов Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь от Брестской области. Путем тайного голосования депутаты избрали 8 сенаторов, которые будут представлять интересы первого региона и его жителей в парламенте. Мне бы действительно хотелось бы иметь за собой правильных, выверенных, я считаю, что мы имеем людей, которые будут действительно от места своего работы до совещания главы государства, Всеголорусского собрания теми людьми, которые в душе и в конечном итоге будут знать, что нам, как нам, что делать для того, чтобы в нашей стране было все спокойно, мирно и в достатке. Отдавая выбор за каждого кандидата, вы выбирали. Да, я многие вещи, так сказать, наблюдал, выступали наши сегодня кандидаты в своих округах и считаю, что состав нынешнего сформированного, так сказать, нашего коллектива Брестской области в сенате нашей страны достойный. Вы видите, какой уровень, кто чем занимается, от культуры, здоровья до поля и воспитания ребенка, у которого есть беда в жизни его родителей. Это те люди, которые, так сказать, своими идейными подходами, именно из жизни, с практики, будут в дальнейшем помогать нашему государству идти тем верным народным путем. Среди народных избранников, которые будут влиять на законодательные и представительские процессы нашей страны, двое – наши земляки-брещане. От Каменецкого, Жабенковского и Малорицкого районов членом парламента стал главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий. А вот Брестный район представит директор мемориального комплекса «Брестская крепость-героя» Александр Каркатадзе. Сенаторы отмечают, что первостепенные вопросы для них те, в сфере которых они проработали много лет, а именно социальные и культурно-образовательные сферы. Но и другим направлениям брещане обещают уделить пристальное внимание. Конечно, в первую очередь хочется, чтобы все те законы, которые принимает и Палата представителей Совета Республики, они были для народа. Потому что для того мы и существуем, и депутаты, и члены Совета Республики, чтобы поговорить с людьми, услышать их обращения, систематизировать при возможности все то, о чем они нас просят, и потом представить в виде законов. Поэтому, мне кажется, это основная работа, которой бы и хотелось продолжить заниматься, чтобы законы, которые мы принимали, что они были бы для людей, как говорят. Конечно, в первую очередь медицинская, то есть социальная, не только медицинская, а социальная сфера, и, конечно же, медицинская сфера, образование, очень много вопросов возникает. Но, как показал уже жизненный опыт, опыт работы парламентария, много очень вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства, землеустроительства, ремонтов различных. Поэтому мы этим тоже будем заниматься, потому что это немаловажно, а может даже одни из важных вопросов, просто социальных вопросов, одни из важных вопросов, которые сегодня волнуют наше население. Если говорить про сферу историческую, потому что это моя работа, я вижу, конечно, задачу противодействия фальсификации истории нашей, не только Великой Отечественной войны, вообще в целом истории нашей страны. Потому что, я считаю, фальсификация, она возможна там, где люди плохо знают свою историю. Поэтому вот одной из своих первейших задач на своем посту я вижу государственную политику в этой сфере, и чтобы наши люди хорошо знали свою историю, им невозможно было ее подменить, какую-то другую представить, деструктивную историю нашей страны. Ну и, конечно, воспитание гордости за наше Отечество, это тоже одно из своих направлений, больших вижу. Конечно, нужды брещан, потому что есть и экономические потребности у них, и благоустройство, вопросы. Но эти все сферы, которые я тоже буду учитывать и работать над их обращениями, чтобы главная задача депутатов, чтобы люди жили лучше, и их жизнь была насыщена разными культурными вопросами. Поэтому это все относится к моей деятельности. Среди представителей Первого региона есть и человек, знающий о всех процессах, происходящих в нашей стране, не понаслышке. Сенатор от Столинского района и города Пинска, он же заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий. Опытный управленец и политик отметил, что первоочередная задача парламента – слышать и понимать граждан своей страны. Конечно же, это сохранение социальной политики государства. И самое важное – это слышать то, что хотят люди, все их проблемы решать, быть всегда близким к людям. Потому что главное, что у нас есть – это наш народ. И если мы все вместе будем идти к одной цели, это наша цель – суверенная и независимая Беларусь, то, конечно же, мы сохраним наше государство. Ну а сегодня я хочу сказать огромное спасибо депутатам, которые, скажем так, доверили мне такой высокий пост быть членом Совета Республики от Брестской области. Особенно огромное спасибо тем, кто меня выдвинул, это моему родному Столинскому району и городу Пинску, Жемчужины, Полесье. В общем-то, мы, полешуки, я так скажу, люди ответственные, поэтому будем делать все для того, чтобы и благосостояние людей росло, и всегда они были защищены. Ну и самое главное, как бы принцип, которым я руководствуюсь, это же в профессиональной сфере – это компетентность, а в обычных человеческих отношениях – это справедливость. Соседание Центральной избирательной комиссии по установлению итогов выборов в Совет Республики запланировано на 9 апреля. Василина Буцкевич и Дород Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.